Всем привет! Это видео по запросу, так сказать. Я не хотела эту тему развивать в комментариях. Очень много писать, очень много объяснять, а у меня на это сейчас не очень много времени. Вопрос звучал так. Как я отношусь к телевидению вообще, к украинскому и к российскому? Если я не ошибаюсь, то ещё спрашивали. По моему мнению, какое телевидение, российское или украинское, правдивое? К какому отдать предпочтение? Лично я, как отношусь к телевидению, никак. Я его вообще не смотрю. В своё время интернет занял большую часть времени у меня, YouTube-канал занял большую часть времени. И телевидение ушло на второй план. Когда уже начались всеми известные события на Украине, я смотрела телевидение, но я смотрела только Россия-24. Этот канал мне очень нравился. Там всё показывали, как нужно, как положено, где что, как. Чувствовалось какое-то доверительное отношение к людям. Чувствовалось, что они несут именно правду. Когда началась уже стрельба на Майдане, я смотрела на это всё по России-24. Мало того, что ужаснулась, дальше меня повергло это в шок. Сколько можно там уже нести эту ересь? Кому? Что вы там доказывали? Где вы навели порядок? Вы так стремились улучшить свою страну, что вы просто её... Всё. Нет ничего. Нет никакой страны. Нормальные, здравые люди уже давным-давно оттуда смотались. Нечего там делать. И здесь не играет роль, бросили свою родину, убежали, дрыщи, сыкуны, как многие пытаются диванные критики тут высказываться. Понимаете, в чём причина? В том, что страна, которая давным-давно в яме, которая ничего не принесла тебе лично, никакой помощи, никакой стабильности, не улучшения в целом страны, одни долги. Мы только и видели в новостях, как нашу страну выставляли поберушкой, попрошайкой, какой-то, знаете, проституткой. Вот честно, это очень стыдно. И это стыдно было не за свою страну, а такое ощущение, как будто ты сам пришёл на ковёр к президенту России и побираешься у него. Вот это выглядело так. Потому что если этого не делать, то не было бы у нас газа, не было бы у нас ничего тогда. Я, конечно, слукавила, было бы у нас всё тогда. Да, есть и уголь, который мы добывали сами, и своё производство было. Только это всё нужно было обогащать, налаживать. Знаете, вот своё нужно было поднимать. А никто этого не делал. И всем было посрать настолько, что вот к чему это всё привело. И опять же, к этой войне шли, мне кажется, уже давным-давно. И это нужно было. Но не нам, не обычным людям, которые стремились к миру, спокойствию, стабильности, к жизни, улучшали свою как-то жизнь. Даже сидя в той яме. Но мы, обычные смертные, не подвластны что-либо изменить у правительства в голове. Поэтому большая часть здравомыслящих людей сделала выбор в пользу себя. Я не собираюсь там жить и продолжать побираться. Я не скажу, что мы последнее время жили плохо. Мы даже успели насобирать определённое количество денег на первое время проживания в России. Но опять же, это наши силы. Ни один чиновник, ни одно правительство нам именно не помогло. Мы своими силами работали, зарабатывали, себе в чём-то отказывали. Кто где мне помог? Кому я там обязана? Да никому и нигде я ничем не обязана. Я благодарна России, что они приютили. Но опять же, я здесь оформляла документы за свой счёт. Только за свой. У государства на шее именно я не сидела. И критика, что якобы мы сидим у государства на шее, ещё и вякаем. Извините меня, не все такие. Да, есть и такие. У нас в лагере были исключения, которые просто ввергали меня в шок. Озвучивали свои требования ФМСникам. Якобы, я там работал на Украине инженером. Я и здесь хочу работать инженером. Какого фига я должен работать каким-нибудь, я не знаю, дворником, пахарем, слесарем. Вот такие вот были люди. Но не все такие. Пока вы будете грести всех под одну гребёнку, вы не станете нормальным человеком. Вы будете из разряда тех, которые танцевали на Майдане. И это не в зависимости от того, из какой вы страны. Потому что ненависть всегда приводит к тому, к чему привело это в Украине. На Украине. Но мы сегодня говорим о телевидении. Своё отношение к телевидению я уже озвучила. Какое телевидение, украинское или российское, лучше и правдивее? Я стопроцентно могу сказать, что это российское телевидение. Украинское телевидение пытается себя выставить в хорошем свете. Что якобы Донбасс это сепаратисты, это плохие люди. Хотя не Донбасс на центральную Украину нападал, а было совсем наоборот. Но правительство Украины это никак не беспокоит. И они продолжают менять историю. Причём такие тупые. Правительство Украины выдаёт дальнейшие перлы. Переименование улиц. Зачем? Что это меняет? Это привнесёт мир? Это как-то обогатит ваши головы информацией и любви к людям? Нет! Уничтожение исторических артефактов СССРовских и до-СССРовских. Они всё это делают для того, чтобы показать, что Украина независима. Что Украина на плаву. Что Украина самостоятельно была при Обаме. Теперь и тогда, в принципе, она никому была не нужна. Просто вот Обаме что-то нужно было от Украины. Может быть, он метил на территории Донбасса. Может быть, он просто втюхивал своё барахло военное. Может быть, ему нужен был в лице Украины союзник. Но он понял, что это просто грязь на тапочке. И по бырику избавился от неё. Либо отмыл бабки, сколько ему нужно. И живёт себе сейчас счастливо. Но за счёт этого страдает остальное мирное население. Все блогеры, включая Шария, как бы они там не призывали к порядку, к справедливости, к здравому смыслу, у них это не получится. Потому что человек так устроен. Если у него уже всё есть, если ему уже не к чему стремиться, либо он не видит дальше никакой цели, образуются войны. Особенно, если это пропагандируется хорошей жизнью, о которой кричали все на Майдане чиновники и правительство. А люди, для того, чтобы жить хорошо, им якобы жилось плохо, они готовы были на всё. Вот это всё они и получили. И знаете, как мне смешно, когда мне пишут некоторые, что Янукович был плохой, Янык такой сякой, блин, ничего не делал, только себе, всё себе. А все остальные президенты не себе. Вот понимаете, один Янык был плохой. Вот до Яныка были хорошие люди, и после него были тоже хорошие люди. Знатные людишки. А вот Янык один, ну вот, ну вот, ну вот, вот дерьмо с дерьма, блин. Ну вот чё с него взять было? Неуч, два слова связать не мог, ещё и разграбил страну и опустил её. Хорошо, тогда у меня назревает ответный вопрос людям, которые так говорят. Как же ваш Порошенко, которого вы в попу готовы были целовать? Что же он? Он же, наверное, всё сделал, как положено. И медицина у вас хорошая, и дороги стали лучше, и облагораживаются ваши дома и квартиры, и улицы. Да? А хрена с два. Знаете, что я заметила? Приезжая на Донбасс, все города однотипные и серые. Раньше они были красивые. Было много хорошей энергетики, было много молодёжи и хорошего настроения. Но сейчас этого нет. Все угрюмые, либо алкаши, либо наркоманы, либо рабочие лошадки, у которых не получилось выбраться из той ямы по своим каким-то причинам. Но всё серое, всё ненесущее настроение. Последний раз, когда я там была, проезжая Донецк, это было ночью. И это было как Silent Hill, вот честно. Ещё и туман был один в один, Silent Hill. Хотя раньше Донецк для меня был каким-то примером. Я там жить хотела, потому что это большой город, там кипела жизнь. Она и сейчас там кипит, но не в таком объёме. И всё равно ведутся военные действия ещё. И всё равно стреляют. Это печально, и я не завидую тем людям, которые там остались и которым приходится это всё терпеть. Российское телевидение тоже глаголит в свою пользу больше. Но оно больше правду несёт. Россия помогает Донбассу. Россия сейчас там как дома. У себя на своей территории не на 100%. Я вам так скажу, последние события на Донбассе, это то, что я знаю, ввели паспорта. Они похожи очень на российские паспорта. Налаживают вот эту всю кухню банковских каких-то операций. Всё вот это вот налаживается. Пытаются создать что-то своё. Сотовую сеть создали. Это, понимаете, маленькие шаги к чему-то большему. И это хорошо. Я надеюсь, что в скором времени Донбасс отсоединится от части Украины и станет либо самостоятельным, либо войдёт в состав России. В чём я, конечно, сомневаюсь. А Украина... Украина... Украинское телевидение — это просто жесть. Я не смотрю его. Но молодой человек у меня следит за этим всем. И когда он мне рассказывает что-нибудь из украинских новостей, вы понимаете, просто вот плюнуть хочется этому правительству, которое выступает на данный момент, неся эту ересь. Либо просто смешно настолько, что не сдерживаешь свои эмоции. Просто не сдерживаешь. Хочется смеяться таким людям в лицо, чтобы они знали, какое они посмешище. У меня такие люди вызывают отвращение. Какие-то чмошники будут мне доказывать, что мы в чём-то виноваты. Хотя к нам танки приехали. Чешите там своим бабушкам, которые ведутся на это всё. Почему такая вражда у нас с Западной Украиной? Как оказывается, они нас ненавидели давным-давно. Они жили с нами? Непонятно вообще. У меня это в голове не укладывается. Почему ещё при царе Паньке нас не изгнали? Я не понимаю. Терпели до последнего. Тужились, пыжились, чтобы потом издать очередной пуг. Если вы такие могучие, мощные, то почему вам всё время насовывает маленькая кучка Донбасса? У меня просто... Хотя на Донбассе не маленькая кучка. В ряды ДНР вступает очень много людей. И даже те, которые раньше не хотели вступать, потом всё равно вступают. Им платят за это зарплату, хотя раньше, изначально, они это делали всё бесплатно. Люди шли на смерть за свои убеждения, за то, что они не хотят эту власть, за то, что они не согласны с Западной Украиной, за то, что они хотят жить нормально. Людям приходится бороться такими способами. И мне жалко, что Донбассу приходится таким образом отстаивать свои права. У меня там остались родители. И я не могу их забрать. Мне, кстати, задавали вопрос, что я никогда не рассказываю о своих родителях, что, как, где и живы ли они вообще. Живы. Они живут также в части, где проходят и перестрелки, и побоища. И мне жалко их, но забрать я их не могу. Они даже не могут приехать ко мне на несколько дней. Вот настолько они уперты. Знаете, бывает такое. Достигаешь определенного возраста, и ты не можешь просто оторваться от того места, где ты живешь. Потому что неведение в будущем дальше, вот впереди тебя, оно настолько страшно для тебя именно в таком возрасте, что ты не согласен идти дальше. Я предлагала родителям сюда переехать и жить с нами, и просто погостить хотя бы пару-тройку дней. Но они не хотят. Своё хозяйство, у них своя жизнь, как они это всё бросят. Понимаете, у них свои какие-то заморочки. Они не поддерживают Украину. Хотя брат у меня сейчас учится на территорию Украины и ездит иногда к ним. И это очень страшно. Один раз произошел случай, когда мой брат распрощался с мамой. Не буду точно говорить, украинская это была граница или нет, но потом её взорвали. А они буквально вот несколько минут назад там были. И когда тебе об этом пишут, это просто страшно, понимаете. И брат живёт сейчас на Украине, он учится, потому что, ну, он так захотел. Я ему предлагала сюда приехать тоже и учиться в Донецке, но он захотел учиться именно там. Потому что в Донецке нет того, чего он хотел. Он учится на моряка, а в Донецке, по-моему, нет морской школы. Поэтому вот так. Жить на Донбассе сейчас очень тяжело, именно морально. Жизнь там постепенно налаживается. Пенсии там, конечно, очень маленькие. Две-три тысячи. Вот вы подумайте, на три тысячи реально выжить? А цены там такие же, как здесь, в Воронеже, в Москве. Я вам скажу, нет. Но люди живут, многие с голоду дохнут, многие просто вешаются. Кто с окон прыгает, кто как. Сейчас, конечно, эта смертность поубавилась. Раньше очень много было смертей, именно самоубийств. Там постепенно становится лучше, но пока еще не на 100%. Но сама атмосфера там угнетает, вот что. Ты чувствуешь скорбь какой-то. Такое ощущение, как будто на могилу ты приехал. Это мое ощущение. И наблюдая за своими какими-то друзьями, за своими родственниками, я на это все смотрю и без слез просто не взглянешь. Ты приезжаешь сюда и вздыхаешь с облегчением. А там ты все время в напряжении, в ожидании и боязни, что сейчас что-то начнется. Я надеюсь, ответила на все вопросы, часто задаваемые именно про Донбасс. Меня там еще спрашивали про Савченко, про правительство. Мое какое-то мнение. Я не знаю, что вам ответить. Стала она теперь, блин, каким-то депутатом. У меня такое ощущение, что если ты хочешь стать депутатом, то тебе не нужно учиться на это. Тебе не нужно быть сынком или доченькой. Тебе нужно просто убить кого-то, чтобы тебя судили, отсидеть. И потом тебе дорога открыта. Про украинцев, которые так агрессивны. Для меня все люди это люди до определенного какого-то момента. Пока что-то ужасное не произойдет. Это случилось. И даже сейчас я не держу зла ни на кого. Я не люблю именно тех людей, которые называют меня сепаратисткой. Которые в открытую желают мне смерти. Которые в открытую пропагандируют свое какое-то мнение. Навязывают его. Я вот таких людей не люблю. И с такими людьми я не общаюсь. Потому что с такими людьми не о чем говорить. Просто не о чем. У них нет своего мнения. Они говорят лозунгами. Вот оттуда. На Майдане когда-то что-то кричали. Либо в Верховной Раде там где-то что-то всплывает. Особенно когда в новостях украинских что-нибудь всплывает. Вот это все они и озвучивают. У них нет своего мнения. Нет своей точки зрения. Они стадо. Но сами они поодиночке. Они никто. Они ничто абсолютно. Ну и на этой позитивной ноте я хочу закончить это видео. Если есть какие-то вопросы, задаем их под этим видео. Я обязательно сниму следующий ролик с подобными ответами на вопросы. Всем спасибо за внимание. Удачи. Терпения. Мира. Пока-пока.